Добрый день, добрый день! Я Уриэль Штерн. Мы сегодня в Джентаме Брис, в гостинично-развлекательном комплексе, готовим встречу моих дорогих гостей. Вы, наверное, видите немного мяса и немного рыбы, и думаете, что у меня будет мало гостей. Нет, это не так. У меня будет много гостей. Поэтому я готовлю очень такие маленькие, тоненькие порции, для того, чтобы встретить гостей. И мариную их в соусе, который называется торияки. Вот такие небольшие. Говядина, телятина, грудинка куриная. Все продукты должны готовиться очень быстро, буквально 1-2 минутки. Так же самое я разделываю лосось. Вот такими ленточками для начала. А потом на красивые одинаковые кубики. Такой шашлык очень быстро готовится, и при этом вы сразу можете угостить всех пришедших гостей. Теперь мы все помещаем в зип-контейнер. Лосось. И соус торияки. Как его варить, есть у меня на сайте. Нам достаточно в этом пакете все перемешать. И оставляем на короткое время, не больше, чем 20-30 минут. Точно так же помещаем наше мясо в куриную грудинку, говядину, соус торияки. Оставляем его немного. Мы будем смазывать наш мини-шашлык во время готовки. Скоро должны подойти первые гости. Мы готовим первые шампуры. На каждой шпажке должно быть не более, чем 3-4 кусочка. Не забываем, это аперитив. Это не основной шашлык, который мы будем готовить. Разнообразим немножко куриный шашлык, помидорками черри. Теперь переходим к лососю. Приготовив этот аперитивчик с соусом торияки, вы с самого начала удивите ваших гостей. Главное нужно помнить, кусочки должны быть небольшие, чтобы они смогли прожариться за 2-3 минутки. А вот и пришли наши первые гости. И для них ставим мясной шашлык. Хочу напомнить, что мы отдыхаем в ресторанно-гостиничном комплексе «Джентам Абрис». От наших мини-шашлыков мы не отходим. Буквально 1-2 минутки с каждой стороны, и они уже будут готовы. Можно добавить соус. Этим соусом нашу кашу не испортишь. Наш куриный шедевр уже готов. Говядинку мы еще смажем с другой стороны. Этот шашлык требует особого внимания, потому что он из нежнейшего лосося. Буквально 1 минутку. Хотите, даже таймер можете включить. Наш шашлык-аперетив готов. Конечно, можно было назвать его шашлык-минутка. Но нет, мы столько уложили в него любви и сил. Готовьте с нами, творите с нами, и у вас все получится. Следующее блюдо – это будет рыба на планкете.